С беседников под футбол говорите Почему? Ну с футболистами там бегать надо, а с вами бегать не надо, с вами разговаривать можно Хорошо Так, ну что, у нас все нормально? Пишут? Ну, потом узнаем Окей, я звук пишу Сейчас вроде все в порядке Хорошо Ну хорошо, я тогда запускаю Ага Сейчас Окей, мы в эфире Здравствуйте, дорогие друзья Сангейт Радио в эфире И я с удовольствием представляю нашего корреспондента в Сан-Франциско Анастасию Крущинскую Как всегда, сегодня по четвергам Настя вернулась и замечательные поездки в Индию, оклемалась и вот она опять с нами Доброе утро Доброе утро, доброе утро, добрый день, дорогие друзья Я все время путаюсь во времени, да Да, доброго времени суток, можно так сказать Тогда будет как-то более правильно, да Это отнесется с любым часовым поездом Абсолютно Который к нам сейчас присоединился Спасибо огромное, да, действительно, я вернулась Я была в Индии некоторое время, у меня такой был творческий отпуск, переосмысление, переосознание, трансформация Очень интересно, возможно, я даже поделюсь когда-нибудь с нашими радиослушателями, если будет такой запрос Потому что поездка была очень необычная, интересная, но сегодня не про меня Сегодня у меня один из моих любимых гостей с нами в эфире и психолог Евгений Саябин Евгений, вы с нами Я с вами, здравствуйте, и у нас добрый вечер Да, добрый вечер, Москва, очень радостно мне, что мы опять, мы, я перед поездкой с вами как раз проводила программу И сегодня у нас такой, возвращаемся мы снова с вами И у нас сегодня очень сложная тема На самом деле, я даже не знаю, я немножко даже боюсь вот эту тему обсуждать Потому что она, с одной стороны, очень щекотливая, с другой стороны, она действительно очень важная И многих она волнует, тем более вот мы, люди, которые живем в Америке, мы с этим сталкиваемся достаточно часто И я сейчас озвучу тему программы и буквально пару слов скажу про Евгения Вдруг кто-то не знает, хотя он у нас уже постоянный гость И очень известный практический психолог, психоаналитик, занимается исследованием, консультированием в области психосоматики Он уже очень давно работает клиническим психологом, ведет частную практику Автор многих статей, трех книг, насколько я помню, да, Евгений Книги можно почитать, они есть в интернете, я точно знаю Он также проводит ток-шоу на Первом канале Вот, и сегодня мы поговорим о смешанном браке Да, вот мы живем тут вообще за границей сейчас относительно Евгения Ну и относительно других России, да, скажем так И какие возникают сложности в отношениях в семье Почему возникают смешанные браки, я не знаю У нас очень, мы когда готовились к программе, было очень много вопросов Некоторые вопросы, в общем, нас с Евгением поставили в тупик, да, в некотором смысле Но, тем не менее, мы попробуем раскрыть тему взаимоотношений в смешанном браке Что же происходит между людьми разных культур, разных национальностей, да Потому что смешанный брак, это не только между людьми разных национальностей, да Потому что, наверное, и в постсоветском пространстве, возможно, смешанные браки Например, между людьми, не знаю, азиатских каких-то культур, да Или мусульманских культур и православных тоже какие-то сложности возникают Вот, Евгений, вам есть что добавить к моему спичу? Да, наверное, есть, но действительно страшная такая тема Но единственное порадовало, когда вы сказали смешанный брак, да То у меня сразу ассоциативно смешной брак, да И по большому счету это же смешно получается Ну, смешно в кавычках Конечно, есть Вот смотрите, по большому счету люди создают семью, да И для этого, наверное, для воспроизведения рода Не обязательно иметь определенный цвет кожи Глаза Другие какие-то жизненные функции А для этого, в принципе, должна быть общность души Ну, другими словами, должны быть чувства и любовь между молодыми людьми, да Которые собираются создать... Не обязательно молодыми Вот вы тоже сказали Потому что, например, я знаю массу женщин, да Которые выходят замуж в Америку Они совсем, ну, не молодые люди, да Это, как правило, уже женщины опытные Которых, ну, как, относительно опытные С каким-то определенным бэкграундом Которые уже даже, может быть, были замужем, да У них отношения не сложились И вот они ищут счастье, например, за границей Да, вот в Америке это очень частая история Когда уже, там, после 35-ти, даже 40-ка лет Люди сюда приезжают, вот, строить отношения Ну, вот смотрите, вы сказали фразу, да Что не молодые люди Вот я недавно разговаривал, кстати, с хорошим своим другом И она женщина, она мне четко сказала Просто она хорошо знает английскую жизнь Что англичане первый раз обязательно должны жениться Англичанин Обязательно на англичанке Ой, нет, 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 я с вами не согласна Совершенно, моя близкая подруга Это человек, который прожил там долгое время, да И знает культуру изнутри А вот второй, третий раз Ему уже, что называется, дается карт-бланш Он может спокойно жениться на азиатке, на мусульманке На ком угодно Главное, что он дал потомство английской нации Вот смотрите, Бог, в принципе, создал Да не в принципе, а действительно создал человека По своему образу и подобию У всех есть внутренние органы У всех есть работа центральной нервной системы Есть у всех своя физиология Но у всех только разный цвет кожи Разрез глаз И вот под смешанным браком, я думаю, надо нам сразу обозначить, что такое Когда разные национальности вступают в брак между собой Одно дело, когда еврей с русским Когда немец с еврейкой Когда финн и мусульманка, например, да? Ну, бурятка То есть, когда не очень сильно визуально бросается в глаза Ну, разность цвета кожи и, соответственно, визуальное различие Чтобы не сильно бросалось А вот когда, допустим, женится русская Выходит замуж за корейца Или за китайца Или японец женится на русской То это сразу кидается в глаза Я когда учился в Станкине У нас девочки Ну, я учился в Москве И у нас общежитие, восьмой корпус Там в основном жили русские, да? Люди Но рядом седьмой корпус Это было общежитие Горного института И там было очень много Ну, у вас их называют афроамериканцы А у нас, не знаете, к сожалению или к счастью До сих пор называют неграми, да? И очень было много негров И вот наши девочки выходили замуж за них Конечно, это бросалось в глаза Давайте корректнее чернокожих, да? Давайте, да Ну, или цветные письма говорить Ну, чернокожих, да Я прекрасно понимаю, о чем И они выходили замуж, да? За них То есть это сразу кидается в глаза По большому счету У меня действительно сегодня какой-то этот Сленг все время по большому счету говорю, да? Вообще весь мир, можно сказать, смешанный брак Если разбираться в каждом человеке Намешана масса крови Масса разных национальностей Но если говорить по группе крови То их существует четыре вида крови Правда? Первая, вторая, третья, четвертая Ну, еще там берем отрицательный положительный резус Поэтому говорить, что смешение крови Это один случай Смешение национальности Это другой случай Но здесь вкрадывается очень интересная закономерность Называется он генофонд Генофонд передается именно с кровью Если, допустим, вот тоже пример Мы же с вами обсуждали в группе, да? Как-то вот смешанный брак И какую культуру выбрать ребенку Приводили пример там, что русский женился на Голландке Проходит время, у них рождается девочка, дочь И его жена умирает А девочка не может понять И она приходит все время и говорит Папа, меня почему-то все время тянет на русские песни Да, но я помню, мужчина не поддерживал русскую культуру в семье То есть как он не скрывал То есть дети не знали Вот именно через генетику, через кровь все равно Но это напомнило его то глубинное происхождение Откуда этот ребенок выходил Поэтому если прятать, да, вот с этой точки зрения Свою национальность Все равно в ненужный момент она когда-то вылезет И если говорить вот с позиции кровосмешения Я не знаю, как вы относитесь к этому автору Но вот был такой Григорий Климов Он работал над проектом «Голос Европы» И даже Сталин на него объявил охоту И вот он занимался кровосмешением И он как раз тогда ввел понятие «голубая кровь» Ну это немножко не к нашей теме, да Но тем не менее, вот по генетике крови Там очень много у него интересных открытий было А книга у него называлась «Протоколы красных мудрецов» Или «Протоколы сионских мудрецов» «Красная кабала», «Палата номер 6» Это известная была очень, дядька Очень интересная Кого интересует, обязательно найдите и почитайте Но если возвращаясь к нашей теме, да, смешанные браки Нам, наверное, все-таки сегодня надо открыть эту проблематику с другой стороны Как реагировать на культуру другого человека Вроде нормально Да, вы меня прямо с языка сняли Я как раз хотела бы предложить Что давайте попробуем обсудить именно культурные различия Потому что, вот казалось бы, да Мы живем в Америке, да, наше радио существует в США И здесь, в принципе, ну, 60-70% населения это белые Да, ну, визуально мы похожи, да Вроде бы, как бы, у нас нету особо сильных там Каких-то проблем именно Вот, когда люди женятся, да То есть, ну, нету различий Кожа белая, да, все понятно Но постоянно возникает вот этот культурный контент Который очень много именно разницы в менталитете И даже, вроде бы, казалось бы Ну, мы принимаем американскую культуру, да Мы можем не разобраться, хотя вот эти 7 лет уже здесь живу И я понимаю, что я многие вещи даже вот на уровне восприятия фильма Я иногда не могу понять, о чем люди разговаривают, да Потому что я здесь не выросла, я не училась здесь в школе Моим детям, вот, например, уже намного легче Потому что они все-таки уже впитали намного больше А я вот нет Вот, а есть еще более критичные различия, да Когда люди совсем, ну, скажем, все-таки культура в США, да Вот, ну, некий культурный слой, да, некие понятия Они все-таки схожи более-менее, допустим, с Россией А есть страны, которые просто абсолютно, ну, космос А вот, например, когда китайская культура, да Или вот я в Индии была недавно Вот и брак между людьми вот национальности Ну, скажем, европейской культуры, да, и Индии Это вообще просто материальный космос, это другая вселенная Что происходит в отношениях? Потому что я сталкивалась уже неоднократно, к сожалению, да С такой проблемой, что люди испытывают именно вот эти вот межкультурные различия Они из-за этого очень много проблем возникает Потому что абсолютно разные отношения в семье, да, и к семье Ну, вы знаете, каждый, вот, социологи говорят, что каждый второй интернет Интернациональный брак разваливается в течение первых пяти лет То есть даже уже такие исследования есть Вот смотрите, допустим, опять Ну, мы возвращаемся к молодым людям, да? Молодые люди создают семью Он воспитывался в своей семье, видел, как его родители общаются между собой Как дедушки, бабушки, как его отношение к братьям, сестрам Это мы берем одну культуру пока И она, соответственно, тоже видела, как относятся ее родители друг к другу Как ее воспитывали, то есть воспитание у нее и образование То есть они создали семью Даже вот в рамках этой семьи им очень трудно притереться и найти общий язык Это что называется, пусть американец с американцем, итальянец с итальянцем, русский с русским Понятно пока, да? Но если здесь еще наслаивается другая культура, традиции, религия То, конечно, им становится гораздо сложнее, чем внутри обычной национальной монокультуры Ясно, да, пока? Угу И если люди, когда вступают в брак, не понимают и не знают, чем это все грозит То, соответственно, начинается идти регресс То есть семья сразу идет на грани распада Но самое главное, это еще полбеды Беда начинается, когда у молодых разных национальностей появляются дети Когда начинают прививать культуру этому ребенку Я готовюсь к нашей передаче У меня есть клиенты, которые, ну, смешанные браки Но, к сожалению, у них уже смешанные браки закончились, скажем так, плачевно Они развелись И я одну девушку попросил, чтобы она написала мне вопросы Которые бы она хотела, чтобы мы с вами озвучили в прямом эфире Потому что, прожив в браке 15 лет, она так и не нашла ответа на этот вопрос, да? И вот первое, она вот четко пишет, что вот как научиться принимать культуру другого народа Понимать, все ясно Можно прочитать, можно узнать Можно где-то пообщаться на эту тему Но как принять внутри себя эту чужую культуру Если ты, в принципе, в детстве вообще ни ухом, ни слово подобрать Ну, пусть будет ни ухом, ни рылом Да, как это культура Давайте прямо скажем И на этом фоне начинаются проблемы воспитания ребенка Ну, хорошо, что вот психология русских семей Наверное, и мужики тоже заражаются этой энергией от нашей земли Пофигизма Мы перекладываем воспитание детей на плечи жены Если жена, допустим, русская, а я еврей То и, соответственно, культуру жена будет прививать именно русского человека Почему? Потому что, ну, другого она не знает То есть она показывает то, что она знает Да, она будет говорить, но не прочувствовав на себе Но когда начинается развод То наши мужики, соответственно, становятся в позу петуха Как это так? Мой ребенок, мои гены, моя культура И тут начинается раздор Ребенка начинает влево-вправо тянуть И здесь получается раздвоение А раздвоение психосоматики Это что у нас? Шизофрения Отчасти А есть другой момент Я вам сейчас расскажу чуть дальше историю Вот представьте Кореец женится на еврейке Но живут здесь в России Ребенок рождается По паспорту русский То есть у него крови есть Корейские, еврейские, русские И он живет всю жизнь в России Он вообще не понимает, какой национальности Здесь уже не раздвоение, а расстроение идет Я вам как раз сейчас приведу пример Это ведет к каким-то большим проблемам Это проблема внутри Понимаете Это ведет к тому, что человек не уверен Человек начинает мнительный Быть в отношении других людей А постоянно, когда человек себя Душит, гнобит Постоянно озирается То все равно эта пружина Когда-то должна разгибаться А разгибается на ком? К сожалению, на слабых И на беззащитных Кто рядом с вами живет Либо это жена Либо это дети Вот за все твои унижения в жизни Получают, как правило, твои родные и близкие Кстати, хорошая фраза есть У спецслужб Они всегда Вот у них на стенах Их заведение висело Что предает и продает только близкий человек И вот если применительно К нашим смешанным бракам То тоже получается, что самоутверждается Как раз беззащитный На боли слабых Я когда жил на Дальнем Востоке У нас очень много было в классе корейцев училось Ну, скорее, люди И у меня был друг Вот я в двух словах буквально расскажу его историю Маленький, щупленький Очень злой Очень непримиримый Ну, хотя в душе он был очень ранимый Нормальный парень И вот он У нас было там два друга Я и мой приятель И он как-то к нам прибился А прибился Мы его взяли Почему? Потому что он у нас как был зондеркоманда То есть на дискотеку шли Он обычно шел Первый там пробивал путь Ну, вот он нам расчищал Мы вальяжные русские парни Сзади шли И радовали жизнь Но, тем не менее Он всегда Самоутверждался За счет наших женщин Девушек Которые были у нас в юности И он, кстати, выбирал самых красивых То есть получалось Он самый неприметный Но всегда забирал наших красивых девушек Я его всегда спрашивал Слушай, дружище А вот будет кореянка сидеть и русская Кого ты выберешь? Конечно, русская, говорит Кореянку даже смотреть не буду А почему? А что я, говорит, могу там найти для себя нового? Кстати, он и женился на русской потом И развелся на этом фоне Что постоянно они скандалили Что он не той национальности Но здесь другой момент Потом я уехал с Дальнего Востока Я не знал его судьбу А потом узнал, что он стал очень большой человек Ведущий хирург на Дальнем Востоке Закончил медицинский институт Защитил диссертацию И мы с ним разговаривали по скайпу Я говорю, ну тебя можно поздравить Ты вот нормально, все Он говорит, ты просто не представляешь Как больно жить вот в этом обличии Я говорю, да ладно, перестань Сколько людей Это, говорит, здесь, в отделении Я, говорит, заслуженный врач И хороший специалист А когда я выхожу на улицу Все равно ко мне относятся Как к зверьку Все равно я уже Кенок смены смотрю А дело в том, что он даже Вот эту нагнетал на себя Ту энергию Которую Может быть, ее даже и не было Но он придумывал ее себе И вот я, кстати Уже психологически, психоэмоционально Был настроен так, что все Мир против него, да? То есть у него Как бы такая просто картина мира Вы знаете, два года назад Я узнаю, его действительно убили То есть человек, когда думает Да, о себе Вот есть жертвы А есть охотники И вот он притянул к себе Вот эту энергию Вот эту силу какую-то Что он, в принципе, ниже себя По уровню достоинства И тех людей В среде которых он живет Это вот что А, еще самое интересное У него отец был кореец А мать еврейка Но и отец оставил семью Когда было ему 10 лет И он так возненавидел отца корейца Что он взял отчество Дедушки своей мамы То есть он-то Львович был Еврейская Вот тоже вот с этой обидой Он практически всю жизнь прожил Так ненавидел своего отца Это, наверное, все-таки Больше, наверное, не относится К проблеме именно смешанных браков Это как личностная трагедия Да, наверное Это в каждой семье есть Но вот именно здесь Здесь очень четко Ну, вырезала наружу Конечно, я тогда психологией не занимался Конечно, бы я ему подзадавал Какие-то более Ну, наводящие вопросы Да, послушал Потому что, ну, еще там подростку Мы-то в основном мерились У кого длиннее, больше И у кого девчонки-то расселее А если с позиции помочь И, конечно, сегодня бы я уже с ним по-другому говорил Но, опять, нам в жизни дают эти взаимоотношения Для чего? Ведь я тоже уверен, Анастасия У вас же тоже есть люди с видными, да? Цветом кожи Равно, как и у нас И вы же тоже, наверное, когда общаетесь Внутри у вас вот какие-то ниточки Начинают вибрировать Выше этот человек ваш По социальному статусу Или ниже Стоит с ним держать ухо востро Или вы расслаблены Вот у вас такое бывает? Вы знаете, ну, я, наверное, космополит, да? Вообще, вот, как бы, в широком смысле этого слова И, ну, я как-то к людям вообще хорошо отношусь Я в достаточно взрослом уже в возрасте Узнала о том, что существуют Вот какие-то гонения, допустим, на корейцев, да? Вот мне здесь, у меня как раз есть подруга в Америке Которая выросла сама в Ташкенте И которая мне рассказывала такие истории Я вот не подозревала там больше, чем до 40 лет Что такие вещи существуют Я выросла рядом с университетом дружбы народов И мне потрясала мумба, да? Ну, еще я помню, там, 70-е годы Когда к афроамериканцам, да? Чернокожим людям, ну, так с некой опаской относились Когда вот мы, например, ездили на метро Потому что, ну, или на автобусе едешь Мимо университета дружбы народов, да? И вот кто-то садится Ну, так люди сторонились Но на самом деле, не знаю, возможно, благодаря своим родителям Да, у меня родители очень много путешествовали И у меня как раз вот нету такого, наверное, внутреннего неприятия Хотя мои дети так не считают, да? Потому что вот мы живем в Америке Ну, у меня есть некое убеждение, что все-таки нужно По крайней мере, хотя бы культурные связи поддерживать, да? Вот я, например, признаюсь честно, что для своих дочек, да? И я бы хотела, наверное, все-таки для них вот пожелать мужей Мужчин, которые были бы в нашей культурной традиции, да? Потому что нам бы всем было бы так проще Ну, я приму любой развития ситуации Да, вот теперь вы сняли этот вопрос Я хотел вам задать вопрос Вот представьте, придет дочь и скажет Мама, вот люблю я, да, афроамериканца Вот у меня душа... Вот такая была ситуация, поэтому я в жизни уходила Вот скажите, пожалуйста Вот какие слова вы бы сказали? И что вы сказали? Я понимаю, что вы не в восторге были И я представляю, что если бы придет ко мне сын и скажет Папа, женюсь на черненькой Конечно, от радости... Знаете, это не самый плохой вариант развития событий, я вот уверяю Вот, поэтому... Ну, я живу в Америке, наверное, я уже некоторые вещи здесь впитала И я к этому уже более-менее нормально отношусь Меня на самом деле больше пугают Межкомпенсиональные различия Потому что это намного сложнее То есть по моему опыту Люди не разного цвета кожи хуже сходятся А люди с разным религиозным прошлым, да? Мы как бы даже если мы себя провозглашаем атеистами, нигилистами, да? Но тем не менее мы все равно взращены в определенном культурной среде, да? И если мы христиане, да? То, например, вот... На мой взгляд, намного больше возникает сложности Когда есть религиозные различия, да? И вот именно отношения мужчин и женщин Когда в Америке люди, которые американцы, да? Здесь женщины достаточно хорошо, с уважением относятся Поэтому тут проблем особо нет Вот это просто может быть личная неприязнь, да? Ну вот мне не нравится там этот человек или тот человек Вот А вот когда идет вообще разная культура Именно в семье Это намного сложнее И когда вообще вот еда разная Да, вот у меня, например, очень близкая подруга Она замужем за индийцем И я у нее спрашивала, я у нее интересовалась Вот как вы вообще живете? То есть она полностью... Она не готовит практически еду, к которой она привыкла, да? Потому что муж любит только индийскую кухню, например И там вообще очень сложный такой вот У них постоянно возникают какие-то трения Она очень мудрая женщина Она удивительно абсолютно умеет сохранять баланс Но я вижу, как ей сложно Потому что постоянно возникают какие-то вот именно культурные различия Как они относятся к семье И муж очень авторитарен И очень... И все время транслирует это Вот Поэтому... То есть, например, у меня моя близкая другая подруга Она замужем в Германии За немцем Они христиане И там намного проще им договориться Вот мне кажется, что это самый основной момент Намного более... Слушай, ну вот именно разные культурные различия Так самое главное всегда это только договариваться Только язык, только слова, только мысли По-другому никак И в принципе, если люди научатся между собой говорить То обязательно все получится А если будут переть как баран на воротах То, естественно, будут разводы, да? И вот второй вопрос вот этой женщины, которую мы начали, да? Она задает очень пашный вопрос Вот представьте, что ее муж, он уже получил смешанной крови То есть, у него корейские крови и еврейские крови И он вот с этим набором женится на русской То есть, он до сих пор не может осознать, кто он Еврей или кореец А ребенок уже получается третья кровь, да? Намешанная И если вот даже говорить Я сейчас немножко отвлекусь Был такой Зигмут Фрейд, да? У него всегда был, да, такой дядька Он назывался Ост Юден Восточный еврей И я просто недавно потрясающую книжку Из серии «Жизнь замечательных людей» прочитал Я даже не знал, что вот в принципе Благодаря его детским комплексам История обязана вот этому развитию психоанализа Так вот он всю жизнь, Зигмут Фрейд Доказывал, что он не еврей Он всю жизнь старался показать, что он чистокровный австриец И отчасти-то он примкнул к школе Карл Густав Юнга Именно для того, чтобы его значимости не подтвердили И вы представляете Это у него, да, раздвоение было А когда вот сейчас, если говорить об этой женщине У которой муж с корейской, еврейской кровью И плюс еще у ребенка русская кровь Конечно, это тяжело Конечно, вот какую кровь выбрать, никто не знает И все это идет по наитию То ли это, то ли то И, ну, они разошлись И мама не может понять, да, почему ребенок В той или иной степени ведет себя тем или иным способом Но самое страшное сегодня, что В школе дети очень непримиримы к другим детям Которые имеют, ну, это в России, по крайней мере Другой цвет кожи Вот это самое страшное И поэтому вот те психологические травмы Которые ребенок закладывает уже в детстве Что он изгой, что он ненужный Он уже тащит в свою будущую жизнь А в будущую жизнь, соответственно, он становится колючкой То есть он и будет выбирать Даже если эта девочка выберет мужчину И будет вот все свои детские боли, обиды Уже позиционировать и на своем мужчине И доказывать, что она не баран Что она не такая плохая Это очень, понимаете Сегодня есть тоже направление этнопсихология Который ведет изучение людей разных национальностей Я, честно говоря, вот так в своей клинической практике Этого никогда не встречал Что пришел ко мне человек и сказал Вот у меня там жена, допустим, мусульманка Я там русский, да И как себя вести в той или иной ситуации Такого нет Потому что, ну, по большому счету Всегда очень сложные отношения Между мужчиной и женщиной Это внутри национальности одной сложная А еще раз говорю, а если разбавить со стороны И тут начинается, соответственно, ты такой, а ты такая И я прихожу к мысли, что вот эти смешанные браки Они только больше дают козыря Или козырей Для того, чтобы брабировать Тем, ну, какое слово-то подобрать Ну, тем золотым слитком, который есть у тебя в руках То есть, что я такой, а ты не такая Или наоборот Я не такая, а ты такой А что же мы можем посоветовать, да Вот людям, у которых возникают эти проблемы Чтобы все-таки их как-то разрешить Потому что вот Ну, какая-то грустная картинка получается очень К сожалению Прямо вот Как-то я расстроилась Ну, кстати сказать, вот здесь в Америке Здесь, конечно, легче, да Потому что это эмигрантская страна Здесь очень много иностранцев Здесь, в принципе, я вообще живу в месте, где практически нет людей, которые здесь Когда ты встречаешь человека, который родился в городе, где ты живешь, да То есть это скорее исключение, чем правило Да, все переезжают, все куда-то стремятся, да Постоянно у всех все какие-то корни, да Я там ирландец, я там немец Да, где-то ты с кем-то начинаешь говорить И говорят, ой, у вас русский акцент А у меня тоже прабабка была там из Прибалтики или из России Да, здесь очень, ну, здесь вот такая вот среда, наверное, благостная именно для людей Как бы здесь благоприятно создаются условия для смешанных мраков Потому что мы здесь, ну, да и в школе, конечно У нас даже была вот история в школе не так давно Возможно, мои друзья сейчас слышат Когда девочки, мальчик азиатской национальности Две девочки назвали его желтой губкой в спанчбоб Он пожаловался родителям, а родители пришли в школу жаловаться на расизм А дети не знали, что такое расизм Они говорят, что расизм это потому, что мы из России Ну, девочки были русского происхождения Вот такая была история смешная Потому что они даже не поняли, в чем их там обвинили Но, к сожалению, мы здесь так живем, а не везде так И все-таки хочется найти какие-то ключи Ну, цель нашей программы То есть не просто мы с вами поговорили А дать какие-то советы нашим радиослушателям Как быть в ситуации, когда возникают сложности Что бы вы посоветовали? Может быть, женщинам, может быть, мужчинам Потому что у меня, например, масса примеров Я просто думаю, вот так сложилось Что у меня очень много примеров смешанных мраков Есть очень-очень успешные И вот вы сказали про, я тут же вспомнила Там три пары своих друзей, которых Где жена англичанка, где муж англичанин Это первые браки и абсолютно счастливые И все у них там замечательно Мне кажется, тут первый момент, наверное, нужно Вот мой совет, да, вот я Наверное, надо выбирать человека У которого, ну, интеллект, да И базовое образование соответствуют вашему Потому что это очень важно Потому что когда вы, по крайней мере, на одном уровне Развития, да, находитесь с вашим партнером Это уже ключ к успеху А вот какие у вас есть? Тоже, Евгений, какие советы? Да, конечно, это надо, да Что, конечно, самый лучший вариант Все-таки, это самый лучший вариант Это искать человека своей национальности Это самый, да, лучший вариант Видите, вы со мной согласились Да, ежегодно, вот знаете, в странах ЕС Заключается порядка 2,5 миллиона браков Из них 500 тысяч Это интернациональные браки То есть сегодня уже этим никого не удивишь Но прежде чем вступать в брак Конечно, должна быть помощь, совет ваших родственников Ваших родителей Чтобы помимо вот этих половых гормонов Которые играют, да И ведь многие же выходят замуж или женятся Потому что интересно Ну, вроде другая национальность Другие люди, да Не понимают для чего Конечно, прежде чем вступать в брак Ну, хотя бы для начала надо почитать Культуру, историю того народа Откуда ваш избранник или избранница Конечно, надо бы пообщаться с родителями Вашего избранника или избранницы Конечно, это более сложный момент Чем монобрак Ну, в одной культуре, да Будем говорить И опять Если вам это дают Надо всегда задумываться А для чего? Может быть, память прошлого воплощения У вас там когда-то, да Вы, может быть, тем же самым Сенегальцем были А сегодня в белом теле Но, тем не менее, вас туда что-то тянет, да Это память генетическая И ты не понимаешь, почему Там тебе хорошо, а здесь тебе плохо Такое тоже нельзя, да, отвергать А может быть, отчасти Это унижение Ведь, в принципе, если ты, допустим, кореец Но, выходит, женишься на русской Ну, хочешь, не хочешь Все равно ты будешь в отношении этой русской Чувствовать себя человеком второго сорта Если находишься здесь, на территории России Если там, на территории Кореи Там все наоборот Кстати, я это тоже пояснял И когда человек осознанно Ведь кто-то идет осознанно на эти унижения А их таких мало А есть неосознанно И ведь те же самые иностранцы Когда приезжают в Россию Вот в России, да Не все же едут оттуда от плохой жизни Не все же там Оставляют родных, близких И женятся здесь на совсем других национальностях Отчасти они тоже приезжают сюда Отрабатывают вот эти уроки А урок самый главный Как научиться общаться с людьми вообще То есть то, что у него не было общения в детстве Ни с родителями, ни с друзьями Ему дают более сложную ситуацию На получение человека другой национальности Это как в школе Если ты в первом классе не сдал уроки Тебя во второй, не говоря о третьем, уже не переведут И здесь, если ты не прошел взаимоотношений со своим родом Со своими родственниками Со своими друзьями То тебе дают ситуацию гораздо сложнее Вот, кстати, пример И сегодня тоже я об этом почему-то подумал Джон Леннон Великий был композитор Ведь у него вторая жена была Йоко Оно Ну, наверное, ему было хорошо Действительно, там Такой эпатажный период у него был И можно Но по его творчеству По его песням Можно услышать, что у него очень много агрессии появилось Я не знаю, кто в их связке был лидер Кто был у них ведомый Могу хотя догадаться Что, конечно, ведущая была Йоко Оно Она там у нас занималась вот этим арт Арт-классицизмом, скажем так Но по музыке, если сравнить его период Битлз и непосредственно Когда он жил с Йоко Оно У него более рваная, более жесткая музыка И это можно определить Нравилось человеку жить там или не нравилось И отчасти Он так рано умер, в 40 лет Тоже не просто так, правда? А Йоко Оно до сих пор живет и драстует И, кстати, до сих пор выпускает его пластинки И на эти деньги живет Да, у них вообще все в порядке И сын у них тоже выпускает песни, поет Так что, в общем, очень известен здесь, в Америке, по крайней мере А дядьку сгубили, да? Ну, это все на уровне предположений, конечно Конечно, вот смотрите Вот мы, допустим, русские едем в Таиланд Это же тоже, да? Мы приезжаем И для нас вот эти тайки Это супер, да? Неизвестно Особенно в 90-х годах Неизвестная культура Неизвестный разговор Русские женятся на тайских женщинах, да? Вот это для меня неожиданно Нет, я так часто Есть, но так часто не было Но, тем не менее, когда вот Похождение по публичным домам По этим массажным салонам, да? Ой, ну Евгений вы А, ну, давайте тогда Говорить о красивых, о цветах, о колбасе Нет, нет, все, я слышу Это же тоже, понимаете? Ведь, почему... Не, ну это желание познать что-то новое Да, я понимаю, почему Конечно, конечно Да, особенно если Мы, мы как бы все Мы живем в социуме, да? И социум нам всегда диктует Какие-нибудь правила Мы хотим или не хотим Мы все равно им следуем Даже если мы это осознаем Да? Как правило, не отсосно, к сожалению Но все равно мы по социуму Вот есть некий стереотип Да? Поехал в Таиланд Пошел в публичный дом Попробовал тайскую женщину Здесь все понятно А, представляете? Вот, богатые люди, да? Приглашают персонал, да? Обслуживающий к себе в дом Вот у них там тайские уборщицы Тайские массажисты, да? Ну, плюс с оказанием секса-слуг Это известно Ты живешь в России, да? И видишь постоянно Одни и те же Конечно, ты сразу женишься на ней То есть одно Тоже тело Запах тела Энергии тела Да, познавая Это одно А другое дело И сразу женишься Здесь же тоже Очень много моментов Потому что Я не знаю Сегодня в школах Есть такой предмет Как этнопсихология И взаимоотношения Между разными религиями Разными национальностями Даже если есть Знаете, я вот смотрю Мне кажется, нет Мне кажется, что такого нет Я просто вот подумала Что здесь У нас Ну, я могу сказать Про американскую сейчас школу У меня хотят дети Практически в России Отучили школу Закончили Тоже старшие Такого не было Да, но здесь очень часто Здесь основной упор Идет на равенство Да, здесь есть такое Как бы Дайворсити Да, когда что Вот мы можем все По-разному выглядеть По-разному думать Но мы все равно Все равны Все люди братья Все люди Все сестры Да Да, и здесь очень Нацменьшинство Переводится Национальное меньшинство Чтобы не разбавлять Свою нацию Я вам покажу Я вам покажу Вот такую Прекрасную книжку Видите, да? Да Это, наверное, единственная книжка Ну, она самая тонкая У Фрейда Которую я прочитал От корки до корки Но мне очень понравилось Именно он там пишет О национальностях И пишет о том Как вот у каждого племени У каждого народа Есть свои традиции И я невольно вспоминаю Вот я, в принципе Когда прихожу В отделение гинекологии У нас очень много Лежит женщин Из мусульманских стран Ну, в частности Кринская республика Знаете, я могу одно сказать Что я, по крайней мере Своей клинической практики Ни разу не видел Чтобы Чеченка Вышла первый раз Замуж за русского Более того Во всех отделениях Я задаю всегда вопрос Ваш первый половой опыт Ну, в зависимости Было насилие Не было насилия Там, кто кого бросил Вот такая травма психологическая Чеченкам я могу даже Не задавать вопрос Первый половой опыт Это всегда муж Но более того Тоже парадоксально Этих девочек воспитывают Все время говорят Что мужчина это зло Мужчине от женщины Нужен только секс Ни в коем случае До свадьбы Никаких половых сношений И вот с этим набором Веселым набором Многие женщины Попадают к нам в больницу Потому что есть 38 Она еще девственница И в принципе Она Да, да А в 40 Она начинает делать и ко И вот представляете И вот все время Женщина живет С позиции Что мужик это козел Что ничего хорошего От нее нельзя иметь И соответственно Никаких детей Ты тоже не будешь иметь Но Самое парадоксальное Как вы думаете Вот такая женщина Сможет выйти замуж За немцев За итальянцев За русских Да никогда Потому что с детства Вот эти жесткие установки Вот которые написаны Вот в этой книжке Да Они передаются По наследству Из рода в род Поэтому У каждой национальности Есть четкое Такое понимание Как защита Твоих интересов Защита твоего рода Вот русских много Да Поэтому мы и размножаемся Налево, направо Ну если бы это было так То это было бы так К сожалению Это не очень Ну это сегодня Сегодня в основном Размножаются Мусульмане В Европе Почему? Потому что Они не запариваются По поводу там Денег Не запариваются По поводу жилья В принципе Они срабатывают Чисто животные Биологические инстинкты На размножение И на продолжение рода Здесь точно такая же картина Здесь например Вот в Калифорнии Можно точно сказать Что латиноамериканцы Здесь уже больше Их гораздо Потому что они У них просто гораздо Больше детей Чем у белых Правильно А почему? Такая же статистика Что здесь уже Белые В Калифорнии По крайней мере А белые населения Уже не превалирующие А почему? Здесь уже опять Все дело в вашей голове В ваших мыслях В ваших мозгах Когда человек Начинает накручивать Да А вот хорошо бы иметь Уже не африканку А итальянку То есть Начинает Твои желания Бежать впереди паровоза И ты начинаешь Уже Что называется Подвергаться Вот этому Психическому воздействию Своих желаний Которые начинают Тобой руководить И ты не понимаешь Действительно Как тебе Твой рот защитить И отчасти Это вот эти все ЭКО Угрозы прерывания Беременности Ведь Всевышний Четко знает Кому давать детей Кому не давать Где надо делать Вот это Разграничение Да А где не надо А люди платят деньги А люди идут на ЭКО А люди там Постоянно Робчут на жизнь Что вот у всех Все хорошо А у меня все В полном дерьме Это тоже Надо осознавать С кем ты Собираешься Породниться Для чего Породниться И что у тебя На выходе Должно быть И даже Если ваши дети Пришли к вам Конечно Тут не дай бог Придет ко мне сын И скажет Папа Я на чернике Хочу жениться Но я приму Его выбор Но я сделаю Все для того Чтобы он узнал О культуре Этой черненькой Чтобы он узнал Чем ему Это все Может грозить Конечно Они нас не слушают Это все Вполне нормально Но по крайней мере Пройдет 5-10 лет И вы будете Спокойно Знать Что Всегда Вы своему ребенку Об этом сказали И у вас Был шанс Чтобы потом Не жалеть Что вы взрослый И не рассказали Чем это все Может обернуться В конечном счете Для вашего рода Ну я вам Честно скажу Вот у меня Продет цыган Конечно У меня эти цыганские Крови Когда-то срабатывают Да Вот это Ухвалистость Или там Пофигизм Это все Есть Но дело в том Что Если бы в принципе Мои родные И близкие Дальше бы продолжали Вот эту цыганскую Линию То я уверен Наверное Сегодня я бы Наверное Говорил И думал Совсем по-другому Это тоже надо думать Да Кому даешь Сперму С кем Собираешься Породниться Это очень Вот знаете Мы с вами Начали В легком танце Да Сейчас Заходим До очень Серьезных Моментов Да Самое главное Чтобы нас Вот этом Национализме Не объявили Но дело в том Что опять Частота Твоего рода Должна присутствовать Конечно Это проблема Государства Но помимо Проблемы Государства Еще есть И энергобезопасность Твоей семьи Кто туда Будет Вклиниваться Вы же не позволите Чтобы кто-то Пришел Без стука Пришел И сразу К вам На вашу кольку Лег Вы все равно Спрашиваете Кто ты там Жених Не жених Да Какое образование Поэтому С одной стороны Вот эта Вседозволенность Сегодняшняя Что на Два с половиной Миллионов Браков 500 тысяч Идет Брак С Интернациональными Это все Вроде здорово Но Если Более глубоко Копать Что это Подрыв Идет Пустое Семьи Потому что Рожденные Дети В таких Браках Они тоже Получают Корцию Своего Унижения А когда Человек получает Порцию Унижения Ему же Тоже Надо кому-то Передать Как эстафетную Палочку И получается Что сегодня Общество Получается Неудовлетворенных И во многом Озлобленных Людей Может быть Поэтому и войны У нас сегодня Так Налево Направо Идут Давайте Давайте Немножко В позитив В конце Нашей программы У нас Еще 15 Здесь 15 Минут Осталось Какую-нибудь Позитивную Как вы считаете Какие советы Нужно дать Людям Для того Чтобы Все-таки Детям Дать Более Счастливое Детство Что Можно сделать На самом деле Есть большие Преимущества В смешанном Браке Например Если люди Конечно Они работают В этом направлении Потому что Я к сожалению Тоже сталкиваюсь С тем Что не все Хотят напрягаться И обучать детей Своим языкам Родным То есть Кто-то Бывает Один родитель Который Прикладывает Усилия А бывает Что нет К сожалению Такое случается Достаточно часто Мы ленимся Мы не хотим Хотя Вообще Вот один Американец Мне сказал Что вы такие Счастливые Вы говорите Вы уже Ваши дети Имеют возможность Говорить на двух Языках Потому что Это действительно Это неоценимое преимущество И мне кажется Да Вот здесь Наверное Ну чтобы Как-то нам Сместить акцент Да От грустного Вот Что Мне хотелось бы дать Вот именно Такой совет Что обязательно Рассказывайте О культуре И своих супругов Да И своих собственных Погружайте детей Пусть они У них будет возможность Выбора Наверное так Как вы считаете Вы знаете Ну давайте С самого начала Если вы Делаете ребенка То делайте это С улыбкой С радостью С юмором Потому что Даже от этого посыла Зависит Судьба Вашего ребенка Независимо Смешан И не смешан Так Далее Если вы узнали Что вы беременны Даже не думайте О том Что надо От него избавиться Если даже Эти мысли Проскальзывают То в принципе Такой момент Как шизофрения Раздвоение Считайте Гарантирован Вашему ребенку Поэтому Радуйтесь Тому Что Бог Вам дает Этого ребенка Опять Независимо Смешанный Не смешанный Рождается ребенок Конечно Его надо Любить Кстати Опять Сегодня мы Очень часто Фрейда Вспоминаем Фрейд писал Что даже Шизофрению Можно лечить Любовью Без медикаментурных Поэтому Своих детей Надо любить Радоваться Надо им Постоянно Говорить Что именно Я тебе Передам Свое Мастерство Свои Навыки Свои Знания С детьми Надо разговаривать Как со взрослыми И поэтому Вот в этом отношении Понимаете Здесь уже Не играет роль Национальность Или много Конфинциональность Всего этого Еще раз говорю Бог Дал Человеку Душу Поэтому Душа У каждого Человека Есть И как Ты Будешь Подходить К развитию Этой души То ты И получишь На выходе И независимо Какой цвет Кожи Но если У вас Начинаются Проблемы В отношениях Да Как воспитывать Какой язык Там Для этого Всегда Есть Такое Понятие Как Диалог Разумный Диалог Садитесь И общайтесь Но если Не в моготу Разводитесь Не мучайте Друг друга И соответственно Не доводите До истерики И до Вот этих Невротических Состояний Даже своих детей Потому что Видя То как Общаются Родители Опять повторю Независимо Смешанный Брак Если они Будут Видеть Что они По-свостски Обращаются Между собой То и жизнь У ваших Детей Будет Мало Чем Отличаться Чем У вас У ваших Родителей Что еще Самое Главное Всегда Пытайтесь Слышать И слушать Своих Детей Даже Если Они Приходят И говорят Мама Или Папа Да Я Полюбила Того Или Того Человека Вы Четко Должны Проинтуистики И понять Для себя Насколько Это серьезно Или не серьезно Даже Если Вы Гражданском Как говорят Браке Ваш ребенок Прочувствует Его национальность Не его национальность Тоже Не запрещайте Это ребенку делать Но надо ему Сказать Что это Твой опыт Это Твои ошибки Ты человек И ты В праве Ошибаться И даже Независимо От того Что это Твоя ошибка Главное Осознать И признаться Да Я ошибся По крайней мере Это будет Осознанная Ошибка Не бойтесь Экспериментировать Потому что Просто запомните Страшнее смерти Ничего нет Поэтому Если сравнить Смерть И смешанный Брак Конечно Выберем Давайте Смешанный Брак Позитивно Достаточно Да Я в любом случае Хочу сказать Что Любовый брак Это труд И неважно Смешанный Несмешанный Наверное Смешанный Брак Это еще Больший труд В силу Хотя бы Может быть Языковые Различия И культурные Различия Поэтому Здесь Наверное Бог Вам Направляет Если мы Говорим О неком Высшем Сознании О том Что Вам Нужно Много Работать Вы Как бы Видимо Что-то Где-то Накосячили Или Наоборот У Бога На вас Большие Планы Поэтому Вы Что-то Потрудитесь Поэтому Любой Брак Смешанный И несмешанный Это В первую очередь Это Работа Двух Людей Никогда Ни в коем Случа Нельзя И даже В развале Отношений Все равно На мой Вгляд В 80 Наверное Процентов Случа Зиноваты Оба Потому Что Где-то Оба Не Доглядели Что-то Бывает Конечно Совсем Какие-то Неравные Отношения Но Это Уже Как Правило Клиника Это Уже К доктору Тем не менее В развале Поэтому Здесь Конечно Чем Более Мы Будем Развиты Чем Более Мы Будем Обогащены Духовно Тем Больше Мы Будем Работать Над Собой Развивать Принятие Наверное Тем Счастливее Наши Отношения Будут Это Наверное К любому Относится Браку И К любым Отношениям Мне Хотелось Нашим Радиослушателям Пожелать Чтобы Они Тем не менее Не забывали Своё Культурное Наследие Даже Если Они Находятся В Межнациональных Отношениях Вуалированно Скажу Интересно Кстати В английском Языке Смешанный Брак Он Имеет Как раз Вначение Intermarriage То есть Интернациональные Отношения Здесь Всё-таки Такой Язык Который Несёт В себе Ну Такой Более Наверное Русские Люди Мы Немножко Мы Достаточно Жёсткие Потому что Здесь За границей Ты всегда Под другом Здесь Намного Больше Толерантности И терпимости Ко всему Ну В силу Наверное Исторического Наследия Мы Такие Русские Люди Те Кто вырос В России Наверное Более Критичный Энергия Земли Энергия Земли Поэтому Мы Опять Боремся С природой Соответственно Вы живёте В тепле А здесь Холодно И в принципе Всегда Приходится Бороться С чем-то То С правительством То С землёй То С стихией То С урожаем И самое главное Было Знаете Что ещё Самое главное Когда Появляются Дети В таких Брахах Человеку Надо изучать Хочешь Не хочешь Это Как получать Второе Третье Образование Культуру Твоего Партнёра Или Партнёрши Религию Культуру То есть Одно Дело Ты сам Про себя Ничего Не знаешь А тут Ещё Надо Культуру Своей Жены Изучать Ну Если Вы хотите Сохранить Семью То Соответственно Вы должны Больше Знать Да Смешанный Брак Это Сложно Но Это Не смертельно Да Это Очень Тяжело Проходить Но Это Можно Пройти И Дело В том Что Если Вы Действительно Знаете Для чего У вас Всё Обязательно Получится Да Ну Подведём Тогда Итог Небольшой Нашего Диалога Потому Что Смешанный Брак Это Нехорошо Это Неплохо Это Жизнь Да Это Случается Сейчас Случается Всё Больше И Больше Это Прежде Всего Взаимоотношения Двух Взрослых Людей И Наверное Как и в Любом Браке Прежде Всего Относитесь Внимательно Друг Друг Даже У Людей Одной Национальности Одного Слоя Могут Быть Такие Противоречия Что Это Можно Волосы Встают На голове От Ужаса Да И Обязательно Смотрите В каком Культурном Слое Рос Ваш Партнёр Не Сторонитесь Работой Наверное С психологом Изучайте Не бросайтесь Нелепо В страсти Да Всё-таки Относитесь К этому Более Продуманно Потому Что Отношения Всё-таки Ну Я не знаю Мне хотелось бы Я Несмотря на то Что я живу На западе Тем не менее Мне всегда хочется Людям пожелать Чтобы Вот если они Вступают в отношения Чтобы эти отношения Они были продолжительные Успешные Долгие Как можно дольше Продолжались Может быть Всю жизнь Да Потому что На самом деле Когда у тебя Есть возможность С одним человеком Прожить Долгую Счастливую Жизнь То Это Это во благо Как правило Как это Может быть Непарадоксально Звучит Да Сейчас В современном мире Когда Такое Всё стремительно Да И все связи Такие стремительные И все стараются Всё быстро 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 Да И тут На тиндере Познакомился Тут поженился Да Тут детей родил И все У наших детей Там будет теперь Пять родителей Не всегда Это позитивно А вот смотрите Вот получается Если В одной национальности Да Ну он тоже Брак Это работа А если сравнивать Вот смешанный брак Их всего Пять или шесть Трудностей Вот давайте Их перечислю Да Первое И все это Трудности Они все решаемы Различие культуры Различие в традициях Различие в религии Различие в менталитете Самое основное Разный подход К воспитанию ребенка И Еще немаловажный Субординация Внутри семьи Кто главнее Кто значимее То есть Это в принципе Все есть И в обычных семьях Но здесь получается Только на пять Шесть пунктов Будет немножко сложнее Но тоже Не боги Горшки обжигают Поэтому Кто собирается Вступать Они должны понимать Что вот эти пять Шесть пунктов Надо дополнительно Еще решать При желании У любого человека Это все получится И я знаю У меня есть друзья Давно живут Просто Женщина мудрая И поэтому Своего мужа держит И вот как ни парадоксально Тоже Клак в руки Всегда женщина Женщина дает жизнь Мужчинам и девочкам Соответственно Женщина эту жизнь Поддерживает Так что Вся надежда Только на вас Спасибо огромное На этой позитивной ноте Мы закончим сегодня программу Но мы с Евгением Надолго не прощаемся Я приоткрою Так сказать Тайну Что у нас запланировано Еще несколько Очень интересных бесед Я надеюсь Евгений нас поддержит И будет к нам Еще приходить в гости У него найдется Для нас время Спасибо огромное С вами была Анастасия Хрущинская И Евгений Саяпин Клинический психолог Из Москвы И Анастасия Хрущинская Из Сан-Франциско И с вами была программа Женская гостиная На интернет Радио Сангейт Приходите к нам в гости По четвергам Усаживайтесь Чашкой кофе Или чая И мы с вами поговорим На интересные темы До новых встреч Дорогие друзья Спасибо большое Евгений Очень приятно Как всегда было С вами пообщаться Счастливо Всего доброго До свидания Всего доброго Счастливо 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...